Наконец-то в Гранде вышло не просто прибыльное, но и по-настоящему интересное обновление. Ола Амигос, на связи Матвей, и сейчас я не просто расскажу тебе всё про новую тюрьму в Гранд Мобайл, но и покажу новую долгожданную работу, о которой не рассказали. И это не работа в МВД. Ну и в конце на десертик увидишь новый секретный заработок, о котором знает, наверное, пока только я. И благодаря нему мне удалось за минут 10 нафармить около 100 тысяч. Короче, в Гранде такого давно не было, подписывайся, начинаем. Ну что, Амигосы, обновилась у нас наконец-то в игре тюрьма. Главный вопрос, как в неё попасть? Хм, мне кажется, ответ очевиден. Где здесь полицейский участок? Мистер полицейский, мистер полицейский, посадите меня в тюрьму. Ну свяжи меня, в КПЗ закрой. Ну всё, вы меня достали. Сажай в тюрьму, я тебе говорю. В тюрьму меня посади, алё. Эээ, а где новая тюрьма? Кажется, мы немного просчитались. Так, через админов у нас не получилось. Давайте достучимся до какого-нибудь сотрудника полиции. Посади ПЖ, он тут тоже, ребята, другие, просит их посадить. Админы пишут, это МВД должны посадить, чтобы в тюрьму попасть. Ну всё, давай, сади меня. Кому сказал? Ну наконец-то, да! Да всё, всё, веди меня в этот свой КПЗ. Всё, повязали мотивкары. Ну сейчас проверим, как это работает. Ну, сажай, давай, садись, сажай меня, давай, сажай. Ну сажай меня, давай. Всё, меня посадили, пацаны. До конца заключения 30 минут. Понятно, значит у нас есть всего 30 минут, чтобы чекнуть эту обнову. Так, я заспамился в какой-то непонятной камере. Опа, смотрящий. В которой находится NPC смотрящий. Вечер в хату, ты теперь в тюрьме. Можешь также попытаться сбежать, но тебе нужно собрать 3 ингредиента на всех подработках. Таймер можешь найти, когда будешь мыть полы. Верёвку найдёшь, когда будешь убираться на улице. И самое главное, это динамит. Его ты сможешь выкрасть, пока будешь таскать ящики. Также охранники тюрьмы раз в 10 минут открывают все камеры для того, чтобы вы вышли на прогулку. Ну что, берёшь швабру? Конечно, давай, давай. Так, опа, что? Что это началось? Смотрите, мини-игра по уборке камеры. Давайте сейчас чистим, чистим, чистим. Что всё просто блестело тут от чистоты. Игра успешно пройдена, срок отсидки снижен. О, так это ещё оказывается снижает срок. Так, а как мне выйти? Чё, ребята? Брат, выпусти ПЖ. Ну да, походу нужно ждать 10 минут, когда в камеру пройдут легавые с проверкой. Так, а если ещё раз к смотрящему подойти? А-а-а, тут можно несколько раз мини-игру проходить. Опа, всё, выпустили. А теперь куда идти? Ладно, побежали. О-о-о, ничего себе, здесь помещение большое. Побежали вниз. О, а вот и выход. Всё, мы на улице. А теперь куда? Чё за NPC? Чё, рыба объелся? Не видишь, что на улице грязно? Иди приберись тут, как всё сделаешь, я чергану тебе хорошую характеристику. Спасибо, блин. Теперь, я так понимаю, нужно подойти на эту красную метку. Опа, ничего себе. Выполняем мини-игру со стрелочками. Влево, влево, всё. Крас есть. И, кстати, за выполнение каждой мини-игры снижается срок. Поэтому в любом случае выполнять эти мини-игры нужно. Я прошёл всего несколько мини-игр, и мой срок отсидки снизился почти на 7 минут. Но я бы на самом деле хотел попробовать сбежать отсюда. Не знаю, получится или нет. Блин, да сколько ещё убираться надо? Ииии... Всё, ну наконец-то. Вы завершили полный цикл чистки улицы. И тем самым я снизил свой срок почти на 10 минут, офигеть. Ладно, что тут ещё интересного? Так, какие-то NPC. Вечер в хату, забираешься совершить побег, вот что тебе нужно. 150 тысяч рублей, таймер, верёвка, динамит. А, ну понятно, к этому NPC нужно подойти уже, когда всё будет готово. Ладно, а это кто? Поставь пару ящиков, и те... Я напишу эти хорошие характеристики. Так, это хорошо. Хм, а здесь, я так понимаю, предстоит таскать ящики. Ну, считайте, новая работа грузчика. Правда, в тюрьме. Опа, это что ещё такое? Кажется, это выход. Ну-ка, а у меня получится сейчас отсюда сбежать. Что? Отсюда можно было просто выйти? Ааа, я понял, в чём дело. Я же, когда начал играть, активировал промокод Мотивкар, и теперь никакие полицейские баны мне не страшны. И дело не в 30 тысячах рублей, которые я получу на халяву, не в донатном, самом крутом скине, который я получу к себе в инвентарь, и даже не в бесплатном гелике, который даётся сразу после активации промо. За этот промокод ты получаешь вип-статус, который укорачивает любой срок в тюрьме от админов или ментов. Так что можно спокойно беспределить. Дальше будем таскать эти коробки. Ааа, да ну, вы нашли динамит в одной из коробок. Пацаны, а вот тут, кажется, уже что-то начинает намечаться. Ой, я работу как раз завершил. Хорошо, я тут видел ещё кое-что есть. Какой-то непонятный бойцовский ринг. Хотите подраться на деньги? Давайте попробуем. 3.8.3. Давайте на 30-ку, го. Да, давай, давай. Всё, погнали, пацаны. Ааа, так у него хп мелко, так у него хп мало. Пацаны, сейчас халявные 30к залутаем. Да, да, у него нет шансов, у него хп мало. Не, не, не. Ну что, мы выиграли, не? Сюда, чего? Плюс 54 тысячи? Офигеть, вот это заработок. Пацаны, да мне кажется, теперь, чтобы стать богачом, нужно в тюрьму попасть. Тут такие бабки рубятся, которых на свободе не видать. Ну, только если ты не заберёшь халявные 200 тысяч рублей, которые я раздаю в каждом видео, как эти ребята. Поздравляю Вайдена и фишинга, для получения приза пишите в личные сообщения нашей ВК-группы. Хочешь так же, активируй промокод METIFCAR, делай скриншот и отправляй к нам в группу Телеграм или в альбом ВКонтакте. В каждом видео буду рандомно выбирать по одному скрину из телегии ВК. Кстати, пиши в комментариях тюряга, все такие комменты я обязательно лайкнул, в натуре. С этим мы разобрались. У нас есть динамит, но нет ещё парочку вещей, которые даются за уборку. Поэтому будем, значит, вот эти сейчас мини-игры проходить в надежде, что вам выпадут другие материалы для побега. Ну, блин, ну у меня 13 минут всего осталось. Не уверен, успею ли я. Ну, будем пытаться, других вариантов нет. Вы нашли верёвку! Уже два из трёх предмета есть. Мини-игра успешно пройдена, отлично. Теперь, я так понимаю, для последнего предмета нам нужно убираться в камере. Ну, пойдём тогда обратно. Где наша камера? Пустите меня кто-нибудь обратно. Сможете камеру открыть, пожалуйста? Всё, надеюсь, сейчас нам помогут. Начальник, камеру открой. О, сюда-сюда, всё, впустили. Ну всё тогда, ребят, будем мыть полы до тех пор, пока не выпадет таймер. Ну, вроде бы как, предметы падают часто, поэтому норм. Так, ждём пару секунд, начинаем. Да, блин, не успел. В общем, не успел я сбежать из тюрьмы. Ничего, если будет 3000 лайков, сделаю об этом отдельное видео. Хорошо, с тюрьмой понятно. А что насчёт ментов? Имеют ли они какие-то новые обязанности с новой тюрьмой? Сюда. И теперь меня нужно повысить до адвоката. Всё ж, начинаем рабочий день в правительстве. По идее, я уже должен быть адвокатом. Вот, как видите, я теперь в правительстве адвокат. Поэтому мчим в новую тюрячку зарабатывать бабки. Ну всё, амигосы, встретимся у тюрьмы. Блин, как назло, выбрал самую медленную тачку. Но мы уже на месте, так что начнём проверять новую работу адвоката. Насколько я понимаю, нужно подойти к этому NPC. Список дел. Здесь показаны все заключённые. Что примечательно, у каждого заключённой своя цена выкупа. А чё так мало? Я думал, там будет, ну, тысяч сто, может, пятьдесят хотя бы. Потому что сбежать из тюрьмы дороже, чем выкупиться у адвоката. Ладно, давайте попробуем, выкупим самого дорогого. Я предложил игроку выйти под залог. И чё? Согласиться? Нет. Пока я никого не вижу. Может, у него просто денег нет? Ну, давайте вот этого попробуем. Что-то пока никто не спешит из тюрьмы выходить. Пацаны думают, как в тюрягу попасть. Хотите, я вас в тюрьму посажу? Насколько хочешь. Десять тысяч дашь посажу. Сажаю в тюрьму за десять тысяч. О, да ну. Пацаны, новый бизнес в Гранде. Сажаем в тюрьму за бабки. Надеть наручники. Тебе теперь нужно, по идее, просто из игры выйти. Я реально посадил его в тюрягу. Кстати, если собираешься брать новый батл паст, то лучше всего его покупать через мой магазин доната Мобила Store. Суть в том, что у меня ты можешь задонатить по самым низким ценам не только в Гранд, но и во все самые популярные мобильные видеоигры, такие как Brawl Stars, Minecraft Stand of 2 и так далее. И удобство сделав его в формате Телеграм-бота, все работает быстро, красиво, а главное безопасно. Есть гарантии и круглосуточная поддержка. Ссылка в описании. Терапись, сейчас черная пятница, у нас действуют жесткие скидки, а если и этого недостаточно, активирую промокод Motivcar. Он даст бонусные рубли на счет, но они будут активны всего месяц. С десять тысяч рублей, кидай обмен. Хотя, мне кажется, они бы и за большую сумму бы сели. А потом, прикиньте, их еще за деньги освободить из тюрьмы. Что за бизнес, пацаны? Все, кому, кому нужно в тюрьму, кидайте обмен, ставьте 10к, я вас посажу. Вот, 30 тысяч. Все, пацаны, плюс 30к за троих. Все, ребят, надеваю на каждого из вас наручники и просто из игры выходите. Пацаны, это просто конфет, смотрите, я уже 50к заработал на том, чтобы просто сажать людей в тюрьму. Давайте попробуем выкупить кого-нибудь. Ваня Мариарти. Так, отказался от моего предложения, блин. Сейчас еще двух человек запустим. Все, сюда, 20к. И еще плюс 20 тысяч. Теперь просто из игры выходите. Еще двух посадил. Да, блин, я не понимаю, почему-то мне только платят за то, чтобы я людей в тюрьму сажал, но не платят за то, чтобы оттуда выйти. Посажу в тюрьму за 10 тысяч рублей с человеком. Пацаны, плюс еще один клиентик. Кинул трейд, давай. Сюда, еще плюс десятка. Игрок пишет, что он согласился выйти за залог, но ему написало, что я слишком далеко, поэтому предложение принять нельзя. А тогда, а как это тогда работает? Пацаны, ну баг. Видимо, никто не может выйти, потому что никто не может принять мое предложение. Но все равно, как видите, на освобождении много не заработаешь. А вот на чем действительно заработаешь, это если людей в тюрьму сажать. Вот, кстати, плюс еще один. Ну, короче, в общем, работа адвоката пока не работает.